Моя Караганда 10 февраля 1967 года появился на свет полумиллионный житель Караганды. В городском родильном доме номер 2 у супругов Андреевых родился мальчик. Ребенка назвали Виктором. Отец новорожденного работает токарем на СТО, мать продавцом в магазине. На днях в книгах городского ЗАГСа появилась запись о 500-тысячном жителе Караганды. 10 февраля 1967 года Караганде исполнилось 33 года. В такой же февральский день, в 1934 году, всесоюзный староста Михаил Калинин подписал постановление Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, коротко в ЦИК, об утверждении Караганды и Карагандинской области как самостоятельных административно-территориальных единиц. Возникшему на месте строительства каменно-угольного бассейна населенному пункту дан статус города и присвоено название – Караганда. В советское время день города не праздновался, особняком стояли юбилейные даты. В 1967 году отмечалось 50-летие Октябрьской революции. Не случайно появление полумиллионного жителя Караганды в преддверии этого праздника. Сегодняшняя Караганда – это полумиллионная семья советских людей различных национальностей. «Сотни тысяч трудолюбивых рук» – писали в те дни в областной прессе. Караганда – это тысячи ударников коммунистического труда. Это 14 героев социалистического труда и 8 лауреатов государственных премий. Это сотни заслуженных учителей, врачей, артистов и заслуженных шахтеров. Ими гордится Караганда. Наш сегодняшний гость, художник Олег Дроздов, родился, когда шахтерской столице исполнилось 25 лет. Городу, его культуре, его настроениям и устремлениям посвятил Олег Валентинович свое творчество. Он пишет прежде всего родную Караганду. Его работы узнаваемы, они переходят из одного полотна в другое. Но каждый раз меняется их настроение. В зависимости от погоды, времени суток и, возможно, настроения художника. Первой работой стала школьная тетрадка, в которой Олег рисовал разные события. В детскую художественную школу его приняли сразу в четвертый класс. А когда поступил в медицинский институт, там еще глубже раскрылся его талант художника. Родился я тут, в Караганде. Топография, как говорится, очень ограниченная. В первом роддоме родился, ходил через дорогу, сейчас немецкий центр, там детский сад был. Школа номер 63, с математическим уклоном. Потом мединститут, жил по Лободы, за дворцом Горняков. Раньше это назывался дворцовый проезд, сейчас имени Игоря Лободы. Ну, мединститут, ну, все рядом, вот как-то вот прикипел к этому городу. Многие сверстники уже повыезжали, кто куда. Ну, в силу разных причин. А я вот, уедешь куда-нибудь отдыхать на 2-3 месяца, и как-то уже скучаешь. Не знаю, что это называется, патриотизм или что. Ну, в Караганду, как многие попадали. Дедушка, его братья, отец, это все были священники. Попали сюда, кто на поселение, кто след за ними попал. Ну, естественно, папа с мамой, мама, медсестра, медработник, отец, инженер. Ну, в окружении никого не было, кто бы занимался творчеством, тем более пластическими какими-то искусствами. Бог его знает, это вот как у, допустим, казахов, они молодцы, они там в седьмом колене знают всех своих. Ну, я знаю, что вот у меня прадед был, Яков Абакумович, ну, естественно, он родился где-то в середине 19-го столетия, это Гурьевский уезд, он был священником. Дедушка священником не был, он духовную семинарию не окончил, а его все старшие братья, младший брат, все были священниками. Может, кто-то и был богомазом, не знаю, вот, поэтому я, это трудно проследить. Наверное, что-то есть, это же, гена это такая вещь. Я любил вообще вот всегда вот прогулки вот эти вот, особенно очень любил вот бабье лето, когда с сентября на октябрь, или когда уже спадает снег, допустим, в апреле, вот так вот, вот именно по этим знаменитым трем лучам. Улица Джамбула, Ленина, Бульвар Мира, с этими, со всеми архитектурными излишествами, как говорил товарищ Хрущев, с ними бороться надо. Ну, это так называемые японские дома, вот это все с этими арочками, пилястрами, с этими ротондами, как говорили, это сталинские псевдоампиры. Но они ласкают взгляд. Они были так спроектированы для человека. Это вот двухэтажки, трехэтажки. Это очень красиво. И смотришь на эти, листва падают, и это как-то сподвигло. Вот идешь, гуляешь, оп, я в прошлом году было уже не так. А что не так? А там уже там нотариус, или аптека, или ломбард. Ну, просто так варварски уже все изменено просто. Ну, металлогранит какой-то там, металлокерамика, не поймешь, кто во что гораст. И все исчезает. Эта прелесть потихоньку исчезает. Это мне пришло... Надо это запечатлять. Современные здания. Ну, как сказать... Трудно сказать. Ну, между прочим, вот знаете, вот снесли, очень жалко, конечно, вот этот театр, летний театр. Но вместо него вот возник вот этот Каздрам-театр. Ну, очень интересное здание. Очень интересное, я хочу сказать. И опять же, пусть это не будет похоже на какое-то брюзжание немолодого человека, но я хочу сказать... Вот, может, вы замечали, вот там, значит, сердечко, я там Караганда. Я ничего против этой металлоконструкции не имею, против. Но можно было этот металлолом куда-нибудь вынести, ну, к стадиону туда, где больше места. Ну, зачем экстерьер, фасад этого здания закрывать? Я не знаю, кто это придумал, это просто человек без вкуса, мне кажется. Это какое-то уродство. И так сплошь и рядом. Вот сплошь и рядом это. Я могу перечислять, просто не хочу уже тут. Вот наш музей современного искусства, да? Ой, современного искусства. Ну, просто музей изобразительного искусства, областной наш музей. На 45-м, все его знают. Вот, в силу своей профессии я туда хожу регулярно на выставки. Раньше была аллея. Замечательная аллея с соснами. Все это снесли. Там поставили какой-то сундук непонятный. Из окон этого нашего музея смотришь на эти стены. Ну, это... Я, конечно, не архитектор, да? Я многое не знаю в архитектуре, может быть. Но прекрасно, от уродливого я могу отличить. Ну, я не в силах что-то изменить. Эту тенденцию такую. Все меняется, город живет, меняется. Ну, хотелось бы, конечно, сохранить эту... Не так уж и эта часть небольшая города. Ну, хотелось бы ее сохранить. В хлопьях снега, легких и белых, В повседневности трудных дел Город мужественных и смелых Ты моей душой завладел. Телеконы, горбы верблюжьи, Ни конца им, ни края нет. Уголь твой паровозам нужен И металлу наших ракет. Даже в снежную непогоду Мне огни твои ярко зажглись. Хорошаешь ты год от года, Этажами уходишь ввысь. Мне тебя не хватает очень. Я уже человек седой, Но хочу взволновать твои ночи Песней звонкой и молодой. Прикоснешься ты к сердцу жарко. Я отвечу песней тебе. Казахстанская кочегарка. Лучший город в моей судьбе. Февраль 1967 года На Каргандинском стадионе «Шахтер» Проходит первенство Каргандинского облсов-профа По хоккею с шайбой. Это новый вид спорта Для шахтерской столицы. В городе нет даже хоккейного корта. Игры проходят на катке, Залитом прямо на футбольном поле стадиона. В финале соревнования Команда профсоюзов-строителей Со счетом 10-0 Обыграла команду работников Просвещения. Как показало первенство, В Карганде очень мало проводится Турниров по хоккею. И поэтому было решено Открыть первую секцию По этому виду спорта. Каргандинцы должны показать себя В большом хоккее. Рассказывают, что первая Хоккейная площадка в Карганде Появилась в конце 50-х У завода НКМЗ. На залитом льдом пятачке Тренировалась заводская команда. В то время хоккей в Карганде Знали немногие. Смотреть его по телевизору Не было возможности. Карганда еще не принимала Сигнал из Москвы. Ярые любители этого вида спорта Ездили в Осокаровку. Там по ночам На голубых экранах Можно было увидеть игру Мастеров ледовой игры. По сути, Каргандинский хоккей Своим рождением Обязан Кемиртаускому. В городе Металурга В середине 60-х Было две команды Строитель и Химик. Первая принимала участие В первенстве Советского Союза. В 64-м году Она стала чемпионом Казахской СССР. В 66-м году Галкипер строителя Борис Михайлович Терликов Переезжает в Карганду. Заинтересовать в новом Для Карганды виде спорта Ему удалось Главного инженера Главцентра строя Ивана Евграфовича Грунского. Строительная организация Будучи в те времена Реальной действующей силой Развитию хоккея Уделило и время И что очень важно Деньги. Заручившись поддержкой Грунского Борис Терликов И его коллега Валерий Андреев Организовали в городе Первую хоккейную команду. В ее состав Вошли лучшие Шайбисты Карганды А также приглашенные Новосибирцы И пермики. Параллельно Летом 66-го На стадионе Шахтер Уже начали строить Шайбиную коробку. Так называли Хоккейную площадку. Вот я пришел В 69-м году Заниматься У нас работали Тогда Всего три тренера Там Карасев Владимир Юрьевич Комиссаренко Михаил Николаевич И Дюмин Виктор Семенович Тогда Ограничено было Еще и специалистов Мало было И вот они Первые тренеры Которые начали набирать Возраст детей В самом Казахстане Если говорить о хоккее То Первые это были Усть-Каменогорск Там Ну мы на 10 лет Уже от них отставали Потому что уже там В 56-м начались И обучение детей И команда уже создана была Поэтому мы немножко отставали И на тот момент Мы Усть-Каменогорску проигрывали По 25-0 Не даже там 2-3 А 0 Это было конечно Издевательство над нами Ну Молодые тренеры Плюс мы Не совсем хорошо обученные Плюс инвентарь Инвентарь был совсем Настолько Ну скромный Что Из титановых Пластин делали Чашечки Из шахтерской каски На чашечку коленную одевали В рукавицы одевали Меховые Чтобы руки не отбивали На голове Шлем был Шахтерский Или каска строительная Клюшки делали сами Они были прямые Их гнуть было невозможно Чуть-чуть потом Попозже уже Где-то в 70-х годах Когда появились Эфси Клюшки Тогда уже мы Начали их В батареи загибать Обклеивали стекловолокном А стекловолокно Брали в подвале Жильцы конечно Нас гоняли Но потом Были довольны тем Что мы Изоляцию снимали И у них В квартирах Теплее оставалось Поэтому Нас сильно Не ругали Ну вот За вечер Обработаешь Клюшку Склеишь ее Выйдешь На мороз 30 градусов Один раз ударил Ломается Вот нам Тренеры давали По 5-6 штук Чтобы мы Успевали делать Мороз не пугал Дети шли С этого момента Мы начали Уже Корт построили На стадионе Строитель Уже хороший Корт был Мы чистили Приходили в бураны Первая наша Была разминка Это очистка Корт Поэтому ребята Никогда не бухтели Мы даже приходили Заранее За час Чтобы почистить Корт В воскресные дни Если хорошая погода Мы с утра Собирались И с 10 До 2 Часов Играли То есть Произвольно Все это было Настолько Завораживающе Что Никого нельзя Было выгнать Особенно в хорошую погоду В 71 декабре Построили Октябрьский И набор был На стадионе На открытой улице И в Ледовом дворце Ну туда естественно Чуть-чуть побольше шло Ребят Лучших из нас Которые были Забирали туда В группу И вот оттуда Начал детский хоккей Хорошо развиваться И вот В 76 году Мы Группой подготовки Поехали Чемпионат СССР Был Восточная зона Мы впервые Обыграли Усть-Киногорск Это для Усть-Киногорска Была трагедия А для нас был уже Шанс Вперед шагнуть И Караганда Всегда была В призерах В тройке По восточной Зоне Это вот Новосибирск Омск Барнаул Томск Красноярск Ангарск Вот эти команды Которые И на сегодня У нас Это зона Работает Наши дети Тоже там Участвуют За вот этот Весь период Хоккей у нас Настолько Сейчас Шагнул вперед Хорошо Что у нас Команда Играет Высшей леги СРРК Это очень Хороший показатель За то Время Которое прошло Вот от начала Развития И до сегодняшнего дня И вот На днях В выходной По инициативе Хоккейного клуба СРРК Нигматулина Органзарулача Была встреча Ветеранов Тимиртау И Караганда Исконные Когда всегда Мы с Тимиртау Боролись За этот Прошла Встреча Ветеранов Ветеранов Наградили Там Памятными Призами Маечки Сделали Символические Что ветеранам Насколько Приятно Это конечно Что о них Помнят Пригласили И тут же Молодежь Подключили В эту встречу По одному составу И поставили Для преемственности Передачи опыта Это хороший Очень положительный Пример Первое упоминание О карагандинской Хоккейной команде Строитель Датировано 11 декабрем 1966 года Когда в газете Индустриальной Караганда Было опубликовано Маленькое объявление О предстоящей Товарищеской игре Свои первые шаги Команда строителей Главцентра строя Сделала зимой Того же года В играх Спартакиады Кассов Профа По хоккею Карагандинцы Заняли третье место И получили путевку На первенство Советского Союза Среди мастеров Класса Б Средний возраст Команда строитель 20 лет Ворота защищает Виктор Гудов В защите Станислав Глухов Сергей Голубаев Владимир Найданов В атаке Владимир Минаев Владимир Берзан Валерий Ледюков Капитан команды Владимир Васильев Старший тренер Борис Терликов Многое сделал Для развития хоккея В области Владимир Никифорович Карасев Он более 30 лет Работал тренером И директором Школы зимних видов спорта Воспитал не один Десятых хороших хоккеистов Выступавших в разные годы В чемпионатах СССР 17 декабря 1967 года В Карганде Состоялось Два исторических дебюта Был открыт Новый хоккейный корт Строитель На 5000 мест На котором команда Провела первый домашний матч В этот морозный день Строитель убедительно Выиграл у алматинского Скифа 9-2 В середине 30-х годов В Казахстане Было создано 6 аэроклубов Алматинский Каргандинский Семипалатинский Петропавловский Уральский И Балхашский Они стали центрами Подготовки Летных кадров ДОСАА в Казахстане Информации о создании Аэроклуба в Карганде Мало Имеются лишь Отрывочные сведения о нем Известно, что клуб Был создан в 1937 году Широко известно Имя выпускника Каргандинского аэроклуба Летчика-штурмовика Нуркена Абдирова В 1939 году Он окончил здесь курсы И получил звание Пилота запаса В 1940-м Его призвали в армию И направили В Оренбургское Летное училище В годы Великой Отечественной войны На базе аэроклуба Функционировала Специальная школа Перебазированная Из другого региона страны В этой школе Учился Владимир Шаталов Впоследствии Летчик-космонавт СССР Дважды Герой Советского Союза Почетный гражданин Карганды После войны Большую роль в работе аэроклуба Сыграли герои Советского Союза Степан Константинович Ананин И Николай Сазонович Павлушкин Это были легендарные Военные летчики Командиры эскадрилей В клубе действовали Авиамодельная, планерная, парашютная И самолетная секции В 70-е и 80-е годы Команда аэроклуба Неоднократно занимала первые места В соревнованиях На первенстве ДСААФ СССР По самолетному спорту Воспитанник клуба Мастер спорта СССР Владимир Журавлев Три года подряд На рубеже 70-х-80-х Абсолютным чемпионом страны В этом виде Всего же в стенах клуба Было подготовлено Около сотни мастеров спорта И более 16 тысяч Спортсменов-разрядников В разные времена В аэроклубе Были самолеты У-2, Бо-2, Як-18 Которые в середине 60-х Сменили реактивный Л-29 Летное поле Карагандинского Учебного авиационного центра Располагалось на аэродроме Талды-Кудук В 13 километрах Южнее Караганды Штаб или административное здание Находилось на улице Дзержинского 65 Перед его входом Стоял памятник Самолет Л-29 История этого самолета Печальна Он постаментом стал Из-за посадки на брюхо Говорят Курсант-пилот После взлета самолета С аэродома Талды-Кудук Убрал шасси Закрылки И закрыл топливный стоп-кран Тем самым Выключил двигатель Карагандинский аэроклуб Перестал существовать В 1992 году Аккурат в год Своего 55-летия А самолет-памятник Пошел в утиль У меня у самого 1200 прыжков Я воспитал 12 мастеров спорта Я проработал в ДОСАФе Летчиком 11,5 лет Всего 17 лет Но потом захотелось Полетать на серьезной технике Ушел в аэрофлот И начал с второго пилота И до командира летного отряда Ту-154 Ил-76 В аэрофлоте Вот у нас было Где-то 70% воспитанников Аэроклубов Столько молодежи Воспитывали Столько кадров Для армии Было воспитано И летчиков И десантников У нас были Такие Очень выдающиеся люди Я бы сказал Вот из летчиков Журавлев Валерий Иванович Дважды Чемпион Союза По высшему пилотажу Мой брат Чемпионат проводился Раз в 4 года И поэтому получилось Что он 8 лет Был лучший летчик ДОСАФ СССР Вот У нас был Парашютист Слава Целовальников Десантник наш Потом Был полковник Командир На генеральской должности Был Командир Дивизии Десантной Возле Ташкента В Черчаке стояли У нас был Предикер Ваня Командир полка Потом Командир дивизии Авиационной Ну а в спортивном плане Еще вот я Могу рассказать Про Артура Дино Артур Дино Мой воспитанник Он Четырехкратный Чемпион мира И 36 мировых рекордов Было До сих пор прыгает С мостов Прыгает С этих В ущелье Прыгает На перепонках Вот этих Я на этом Не раз Прыгать А здание Это было построено За деньги ДОСААВ В то время И Комбината Угольной промышленности Ну ДОСААВ Очень долго И Я считаю Очень большую пользу Приносил Стране Ну а спортсмены Наши Выступали Вот у нас В республике Казахстан Команда Была Мы все время Соревновались С Алматой То они на первое место Выскочат То Караганда На первое место Мы как-то Это ниже второго места Практически не опускались У нас еще Была радиошкола Которая готовила Радистов У нас Были такие задания Когда Нас Заставляли Готовить Людей Которые Имели обязательно 10 классов Образования И чтобы знали Иностранный язык И они проходили Через радиошколу еще Там механики Водители Радиошкола Ну Готовили диверсантов Откровенно говоря Разведчиков Ну Если знать Иностранный язык Надо То Понятно Для чего И готовили Аэроклуб Развалился Уже Крайне В 96 Году Потом еще Года 2-3 Наверное Ребята пытались Его охранять Сохранять Там Но Денег не было Пытался И Тахтаров Бакиров Поддержать Как-то Где-то Денег найти И потом Алтенбаев Они Кстати Наши воспитанники Наши Нашего Аэроклуба Но Денег не нашлось И потом Аэроклуб Как таковой Авиацентр Перестал Существовать Сейчас Нет Аэроклуба Как такового Но есть Маленькие Центры По подготовке Парашютистов Летчиков Вот на аэродроме Балапан Готовят Летчиков Я там работаю Инструктор Тренажера Молодежь приходит Естественно Сейчас не так Как в советские Время Сейчас все за деньги Но Готовят Парашютистов Готовят Летчиков И Большую пользу Приносят Людям Народному Хозяйству Еще один Знаменитый Вопустник Карагандинского Аэроклуба Токтар Аубакиров С 1962 Года Он занимался Парашютным Спортом Затем Обучался Летному делу В аэроклубе В 1965 Году Он окончил Карагандинский Учебно-авиационный Центр ДСААФ Так позже Стал называться Аэроклуб Токтар Ангарваевич Заслуженный Летчик-испытатель СССР Герой Советского Союза Летчик-космонавт СССР Летчик-космонавт И народный Герой Казахстана Двор Нашего детства Это не просто Участок Между домами Это образ Жизни Двор был Сосредоточен Всего Всех понятий Правил и законов Всех игр и забав Всех отношений Между людьми Двор учил жизни Он был Большим Единым организмом Со своими законами И механизмами Которым все Друг про друга Все знали Двор это место Где мы провели Лучшую часть Своей жизни Участник нашей Сегодняшней программы Карагандинец Андрей Пастухов Расскажет О своем дворике На улице Пичугина Бывший Тепловоз К любому из нас Приходит тот час Когда стоит Подвести итог И понять Что детство Срок Увы Стек Ты дворик Меня Прости Что дальние Ждут Пути За меня Никто Не сможет Их пройти Любимый Мой дворик Ты очень Мне дорог Я по тебе Буду скучать И будут Мне снится Моих друзей И лица Скорее Дай руку Дай руку И прощай Да Друзья Вот в этом Замечательном районе Это была Улица Тепловозная Сейчас Улица Пичугина Прошло Мое детство Видите Какое Замечательное Граффити Ну конечно Не Рафаэль Санти И не Рембрат Но тоже Неплохо В наше время Писали На темном фоне Мелом На белом На фоне Углем А сейчас Видите Как далеко Согнула Цивилизация Вот друзья Бывшая Тепловозная 253 Ныне Пичугина А вот В этом Подъезде Я и жил С 71 По 78 Год С 1 По 7 Класс Я Поучился В 5 Школе Маневремеда И вот Рос И радовался Жизнью В этом дворе Маме Дали квартиру Здесь А потом Уже Мы в 79 78 Переехали На Юго-Восток И знаете Как в той песне Где-то далеко Очень далеко Идут грибные дожди Хоть память Укрыта Такими большими Снегами Мы знаете На этом корабле В свое время Играли в пиратов И вот Сейчас он Занесен Не то песками Не то снегом Вообще Это все здорово Я смотрю Друзья Много чего Исчезло И много чего Осталось Сейчас я Покажу Вот ракета Вот ракета Такая рама Типа В волейбол Пионербол Играли И мы Бегали за мячом Если мяч ушел За поле И были счастливы То есть Это был Знаете Целое событие Вот Друзья Как в песне Льва Валериаловича Лещенко Качели Качели Лишь Паскрип Старые Качели Вот Друзья Вот Еще Отдельная И большая Тема Из нашего Детства И отрочества Потому что Заливание Кавкада Это было Целым ритуалом Сначала Пол дня Его Самые Энтузиасты Чистят И ровняют Сейчас Такого я не вижу Потом смотришь Уже Ночью Двое Или трое Ходит Заливают Это был Целый ритуал Знаете Подготовить Каток Как сказать К ледяным баталиям К дворовому Так сказать Фигурному катанию Сейчас Что-то Это все Реже и реже А вон там В конце Этого поля Была Цагара Тоже Отдельная Тема Я бы сказал Довольно опасная Но мы любили В ней играть В ЦАГРУ Тогда у друзья Была знаменитая Хоккейная серия Между советскими Канадскими Хоккеистами Когда наши Там где Владислав Третьяк Харланов Петров Ну все Все наши Великие Хоккеисты Сначала Выиграли 7-2 В Канаде Канадцев Знаменитых А потом Они сделали Матч-реванш И вот мы Играли В этих Хоккеистов Я был Джерри Чирсом Знаменитым Канадским Голкипером Кто-то Харланд Кто-то Михайлов Кто-то Кем-то Еще Все улицы Вымирали Когда мы Когда мы Играли В хоккей Тут Бабушка Нашила Из ваты Такие Здоровые Щитки У нас У всех Было Самодельное Самодельное Оборудование Клюшки Были У кого Попроще Делали Алюминиевые У кого Настоящие Деревянные Клюшки Клеенные И там Я помню Их Еще Чтобы Делать Крученые Мы В кипятке Деревянные Клюшки Еще Заворачивали Чтобы Они Могли Делать Крученый Дар Друзья А вот Допустим Что касается Делан Всей моей Жизни То есть Иллюзионным Искусством Я начал Заниматься Уже Тогда Когда Меня спрашивают Как ты Начал У нас Гаскония Каждый Гаскония С детства Академик Допустим Правая Рука Левая Рука И все Гораздо Веселее С удовольствием Распоминаю Те благословенные Ремена И Пою Песню Куда Уходит Детство В какие Города И где Найти Нам Средства Чтобы вновь Попасть Туда Оно Уйдет Неслышно Пока Весь Город Спит И Писем Не Напишет И Вряд Ли Позвонит И Зимой И Летом Небывалых Ждать Чудес Будет Детство Где-то Но Но Здесь И Сугроба Пелы И По Лужам Ручья Будет Кто-то Бегать Но Не Я Оно 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 Продолжение следует...